И всем привет, ребята! И сегодня мы записываем новую битву в чемпионате. Сегодня будет битва между командами Острая Покра и Яблочный Спартанец. Ну и давайте же начнём. Ну и во-первых, пацаны, радуйтесь. Ну, пацаны и девчата, радуйтесь. Я обновил лужайку. Ну что ж, и я ещё исправил раунд с Гаргантюа. Ну что ж, давайте посмотрим, как эта команда справится с Гаргантюа. На самом деле, эта команда, скорее всего, ну, по моему мнению, ну, как она, эта команда, сначала замедляет противника, а когда он подходит к Спартанцу, он начинает его лупить очень жёстко. И, то есть, ему уже навряд ли получится выжить. На самом деле, я когда составлял свою команду для этого турнира, тоже думал о чём-то таком. Но, на самом деле, я решил, что команда слишком имбовая получилась, поэтому заменил её на то, что сейчас есть. Итого, эта команда справилась с этим раундом. Теперь растение команды Острой Покры против этого раунда. И вот тут главная ошибка создателя этой команды, то, что дальний урон у этой команды очень слабый. Здесь основной упор сделан на Покру, и если враг подойдёт близко, то Покра его просто замесит. Но римского Гаргантюа не получается так быстро замесить, и поэтому он уничтожает Покру, уничтожает Кактус, и три стрелы один ничего не сделает. Итого, эта команда набрала в первом же раунде 0 баллов. Теперь мы будем проводить второй раунд, и этот раунд это проверка просто на силу обороны. Ну что ж, в принципе, у этой команды не должно быть особых проблем с этим раундом, так как эта команда не повторила ошибку Покры, и всё-таки сделала упор в основном на ослабление соперников. И после этого они только подходят к спартанцу, а не к наношению мизерного урона. Ну, они на наношение мизерного урона подходят к Покре, и Покре их месят. Не всегда получится этой команде просто победить за счёт Покры. А пока что мы видим то, что эта команда неплохо расправляется с зомбарями. Вот уже пошли ведроголовые. Так, спартанец пока что всех насаживает на своё копьё. Удары идут один за другим. И зомби уже начали грызть спартанца. Так, у спартанца уничтожен щит, и спартанца всё же съели. Осталось два зомбаря, с которыми неизвестно, справится это дуо или нет. С первым справилась, и сейчас посмотрим на битву со вторым. Тут все ставки нужно сделать на ядовитого горохострела, так как он здесь единственный. И эта команда всё-таки справилась. Теперь посмотрим, как команда Покры справится с этим раундом. А на самом деле, для Покры это профильный раунд. Потому что Покра может этот раунд затащить вообще в соло. И тут ещё вторая способность кактуса сводится на нет. Потому что, чтобы кактус её активировал, нужно съесть Покру. Что является не самой лёгкой задачей. Ну что ж, Покра всех месит. Это, в принципе, понятно. Ну, в принципе, эта команда отлично справляется с данным раундом. Урон она наносит огромный. Вблизи именно. Вот подходят зомбари, подходят. Их уничтожают. И ещё уничтожают. Ну, Покра для этого раунда профильное растение. Итого, эта команда здесь набрала тоже 3 балла. Ребята, хочу попросить прощения за мою погрешность. Потому что спартанец в этом раунде набрал не 3 балла, а 2 балла. Хорошо то, что я это заметил не на монтаже видео, которого на самом деле нету. То есть, хорошо то, что я это понял только сейчас. А сейчас начинается спам ведроголовыми. Ну, что ж, с 10 ведрами на полосе эта команда еле-еле справилась. Давайте же посмотрим, как она справится с 20 ведрами на каждой полосе. Ну, и команда продублирована на все полосы. На самом деле, единственный, кто тут усиливался в плане продублирования на все 5 полос, это яблочная мортира, так как она умеет бить по флангам. Все остальные точно так же. Ну, остались точно так же без изменений. Ну, пока что проблемы только по крайним дорожкам. На одной дорожке спартанцу уже съели. Это не очень хорошо. Яблочная мортира на этой дорожке точно не устоит. Итого, можно с уверенностью сказать, что эта команда потеряла тут 1 балл. А так, команда набрала здесь уже... Сколько? Эта команда набрала здесь 4 балла из 5 возможных. Ну, и опять же, покры это растение, которое справится с этим раундом в соло. Но, чтобы доказать то, что команда справилась с этим раундом, вам придется посмотреть этот раунд и потратить лишние секунды своего драгоценного времени. Покор просто месит конусов. У них нет никаких шансов. Ой, конусов. Ведра она месит. Ведра. Этот раунд достаточно простой для этой команды. Особо тут комментировать нечего. Можно только сказать, что происходит настоящее рубиловое. Кактус и тристрел тут практически бесполезны, так как они в своей комбинации даже одно ведро убить не смогут. Ну, и эта команда на изичах справилась с этим раундом. Ну, а вот и фланговый раунд, в котором у этой команды все будет зависеть от яблочной мортиры. Еще нужно разъединить сианомских импов и уничтожить бочку как можно раньше, но этой команде это не удалось. Итого яблочная мортири будет справиться еще труднее. Она станет импов, но это ни к чему. Эта команда здесь потерпела полное поражение. Ну, теперь пора расправляться с этим раундом команде Покры. И вот тут у нее тоже будут проблемы, так как тристрел не самое хорошее растение для флангов. И уже и сиамские имбы разделились, и бочку уничтожили. Но проблема в диско-зомби, которые более быстрые, чем имбы, и у них больше хп. Итого эта команда с треском провалилась в этом раунде. Кстати, раунд с фокусником и его ассистентами я решил убрать, так как он оказался слишком простым. Я верну его в следующем. Я верну этот раунд в... Я, точнее, верну этот раунд в улучшенном состоянии, когда будут уже полуфиналы. Ну, а сейчас раунд с пятью фокусниками. Они уже начинают телепортироваться. И причем все после телепортации выжили. Не выжил только тот, который был на центральной дорожке. Теперь они все дружно еще раз телепортируются. И еще они голубей призывают. Которые... Неужели они утащат все растения? И да, они утащили все растения. Эта команда тут тоже провалилась с треском. И вы поймете, почему я начислю этой команде только один балл, если посмотреть прошлый четвертьфинал. Ну и теперь давайте посмотрим, как справится команда покры в этом раунде. Фокусники начинают телепортироваться на центр. Так, трех уже уничтожили. Уничтожен. Нет, они успели его уничтожить. Был уничтожен центральный. И два остальных помчались по косилкам. Голуби пытаются вытащить растения. Они утащили три стрел, но это уже не важно. Эти два фокусника прорвут косилки. Это безоговорочно. Даже если они начнут колдовать это все. Ну вот. И эта команда набрала здесь три балла. Начинается раунд хаоса. Один из моих любимых раундов. Да, наверное, даже любимый. Потому что тут столько дичи происходит. Полетели имбы из пушки. Еще имб. Уже все имбы прилетели. Начинаются телепортации. Спартанцы отбиваются как могут. Полетели голуби на трех дорожках. Спартанцев унесли. Так. И. И. Курицы побежали. Курицы на центральной дорожке прорвались. Ставим туда спартанца. Так. Ой. Ну давайте признаем то, что на нижней и на верхней дорожке все-таки у зомбарей не было шансов. Но на самом деле с курицами, конечно, не очень получилось. Ну. Давайте признаем то, что два балла это... Не. Все-таки по нижней там был осуществлен прорыв. Давайте признаем то, что все-таки эта команда набрала два балла. Два-один балл. На самом деле я если... Я когда буду пересматривать эту запись, я в комментариях уже скорее всего написал сколько баллов эта команда набрала бы. И если я ошибся, ну сейчас, то я там скажу какой на самом деле должен был быть счет и кто бы прошел. Настало время команды с Покрой. И вот тут опять же Покра, скорее всего, в соло затащит всю катку. Но нет, одну Покру съели. Но на всех четырех других дорожках Покра осталась. Скорее всего, на четвертой дорожке случится прорыв, но не на одной из других. На самом деле, сколько бы этих зомби не призывали, как бы они не передвигались, они все равно не прорвутся. Но нет, по нижней дорожке тоже, скорее всего, будет... А, нет. По нижней дорожке прорыв не был осуществлен. И, скорее всего, не будет. Призывает дискотрон дискозамби, но это ненадолго. Ну что ж, вот так вот необычно получилось с нижней дорожкой. Итого, эта команда здесь набрала четыре балла. Ну что ж, а вот и раунд с усиленным пирамидоголовым. И да, я знаю то, что эффект от стероидов и от склянок не складывается. И на самом деле, этот раунд просто в соло затаскивает ядовитый грехострел. Ну что ж, теперь настало время показать себя в этом раунде команде с Покрой. Так. Все, начинает усиляться пирамида головы. Покрой его лупит изо всех сил. Уже шлем дошел до последней стадии деградации. И шлем уничтожили вместе с зомбарем. Эта команда здесь набрала... Обе команды здесь набрали три балла. Ну вот и начинается нападение за меха. Сейчас посмотрим, как обе команды будут пытаться справиться с этим раундом. Начинается телепортация. Начинают грызть спартанца. Не догрызают. Так, на одной из дорожек остался только лизяной... Ой, лизяной... Ядовитый грехострел. Так, ну в принципе, эта команда здесь сохранила все пять баллов. Ну что, сейчас посмотрим, как тут выступит команда Покры. Так, на одной дорожке уничтожили Покру. На другой три стрел. Так. Так, вызываются импы. Летят ракеты. Так, телепортируется имп уже не живой. Ну и эта команда здесь тоже набрала все пять баллов. Ну и сейчас раунд, в котором я зачем-то решил сначала протестировать команду Покры. И это раунд со станом. И на самом деле я решил именно в этом раунде сначала протестировать Покру. И это показать слабость их дальней атаки. Я понимаю, имеется шанс, что... А, уже не имеется. Сейчас Окто-Зомби накинет осьминога на три стрел. И все, дело с концом. Все. Итого, эта команда проиграла. В этом раунде. На самом деле, Спартанец еще может выиграть. Для этого нужно, чтобы противники проиграли почти полностью, а команда Спартанца выступила бы на четыре балла. Но им это, скорее всего, не удастся. Хотя... Да, им это не удалось. Не удалось. Итого, перспективы этой команды накрываются осьминогом и становятся овцой. На самом деле, эта команда казалась мне намного сильнее, чем она оказалась на самом деле. Ну и давайте первым протестируем победителя. Ну, на самом деле, эта команда не такая, чтобы прям сильная, но ее противник оказался еще слабее. Ну что же, по центру тут не будет проблем. Проблема кроется в другом. Хотя, стоп. Неужели тут даже по центру будут? Нет, мехфутболисты успели развалить, но три стрел слишком слаб без прокачки. Итого, эта команда здесь провалилась тоже с треска. И, надеюсь, хотя бы этой команде удастся выиграть свой последний раунд в этом чемпионате. Можно сказать, что сама команда неплохая по задумке, но по исполнению что-то хромает. Ну что же, а тут на самом деле вышвырнули яблочную мортиру, которая единственная могла здесь атаковать по флангам. Ну что же, эта команда тоже проиграла в пух и прах. И я вам скажу так. Итоговый счет 19-23. И тот один ничтожный балл, который, возможно, там и был бы, ничего уже не решает. Так как, поэтому нет смысла его приписывать или не приписывать. Ну что же, поздравляем команду Острые Покры с выходом в четвертьфинал. Ну а в следующем и последнем четвертьфинале у нас будут биться команды Сумеречного Джека и Ледяного Батата. Если что, там в верхней команде должен быть Батат. Ну, в принципе, всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok